В детском отделении больницы архиепископа Луки сегодня много работы. В городе подъем заболеваемости вирусными инфекциями, а значит на приеме у педиатра ежедневно около 30 детей. Людмила Мещерякова пришла сегодня с годовалым сыном на повторный прием. К врачу обратилась сразу, как заметила первые признаки простуды. Но у нас еще сохраняется насморк и немного аллергии. Кушает он у нас всегда хорошо. Среди заболевших вирусными инфекциями в области преобладают дети. На прошлой неделе отмечено 64%. По словам врачей, ситуация под контролем. Антибиотики назначаем строго по показаниям только при осложненных течениях вирусных инфекций. Противовирусное лечение назначаем детям с тяжелым течением заболевания. Между тем, в Тамбовской области продолжается регистрация случаев гриппа. С начала сезона выявлено 92 заболевших. Абсолютное большинство из них не сделали прививку. Специалисты уточняют, чем грипп отличается от ОРВИ. Это прежде всего острым подъемом температуры до высоких цифр, головными болями, болями в мышцах и выраженными симптомами общей интоксикации. Это слабость, аденомия. Вот это основные первые признаки гриппа. Большинство инфицированных людей выздоравливает за одну-две недели. Однако для детей, пожилых людей и людей, страдающих серьезными заболеваниями, грипп представляет опасность. Он может привести к осложнениям, развитию пневмонии и смерти. Врачи напоминают, что основной мерой профилактики остается своевременная прививка. Также необходимо принимать витамины, проводить закаливание. Но если заболели, знать основные меры. Это не выходить из дома, так скажем. Не ходить на работу, не водить ребенка в детское дошкольное учреждение или школу. И обратиться за медицинской помощью. В медицинских учреждениях сегодня введены временные ограничения. Например, посещать больных только в масках. Специалисты отмечают, что для повсеместного карантина пока нет оснований. Врачи рекомендуют чаще мыть руки и реже бывать в местах массового скопления людей. Но если это неизбежно, одевать специальные повязки. Правда, их действия рассчитаны только на три часа. По истечении времени они бесполезны.